Здравствуйте, дамы пациента, скажите. Именно здесь, в этом кабинете, каждый день принимают пациентов со всего края. Виртуально. Двое дежурных постоянно на связи. Фельдшеры скорой помощи присылают электрокардиограмму и тут же получают рекомендации по телефону о дальнейших действиях. Только за этот год врачи краевой больницы проконсультировали 25 тысяч человек. В пределах 80% от принятых кардиограмм, это как раз кардиограммы, которые характерны для пациентов с острым инфарктом миокарда и которые требуют экстренного решения судьбы такого пациента прямо на вызове. Лидию Михайловну госпитализировали из Манского района с инфарктом миокарда. Буквально через 20 минут после того, как ее кардиограмму отослали в краевую больницу, стало понятно, что ей нужна экстренная операция. Пациентку отправили прямиком в Красноярск, 20-ю больницу. Женщину оперировали, расширили сосуд с помощью стенда. Потому что, когда снимали кардиограмму с меня, они сразу отправляли ее сюда в город. И уже было договор, как у них отправить меня сюда. И меня привезли сюда. Здесь мне оказали сразу хорошую помощь. Работу сердце фиксирует специальный прибор – телекардиограф. Таких аппаратов по краю 296. Они имеют возможность быстрой передачи информации по каналам мобильного интернета, сотовой связи и даже простой телефонной линии. Сегодня в Красноярске нет таких районов, в которых система не работает. Фельдшеры отмечают – аппарат незаменим. У нас это все максимум 15-20 минут. Мы это все сняли, тут же отправили, тут же нам буквально 5-10 минут и пришел ответ. То есть это очень сокращает время в этом плане. Аппарат незаменим, да? Аппарат незаменим, в обращении он очень прост. То есть там сенсорный экран, там все написано. И в обращении он очень прост. Таким развитым центром дистанционного ЭКГ-консультирования могут похвастаться далеко не все регионы нашей страны. Как оказалось, Красноярский край самый развитый в России после Москвы. Арпинец, Сатурян Михаил Масленников, Афонтова. Новости.